Я Олег Олейников, создатель и реставратор Музея военной техники в Тверской области, и это проект Тверстия. Я с детства увлекался вообще техникой, правда не военной, а мотоциклетной. Ну, я занимался мотоспортом. У меня папа, он 11-кратный чемпион СССР по шоссеным колесовым гонкам. Любой, кто работает или занимается мотоциклами, он начинает там понимать, как что устроено. Он поселился здесь на озере Селигер в 2006 году. Стал, ходя по лесам, тоже находить вот опять же вот эти фрагменты техники. И возник интерес, чтобы эту технику привести в живое состояние, подвижное, а не просто в куски железа. Мой дедушка, он воевал и воевал в этих краях. Я как бы хотел в памяти о том, что он здесь воевал, создать такой музей. Вся эта техника, она найдена не целиком, по частям что-то в этих краях, в районе границы Тверская и Новгородская. Она найдена мной за последние 15 лет. Вся в том состоянии, в каком она была во время войны, на ходу. И, соответственно, она функционирует. Ну, за исключением, естественно, она не стреляет. Самые первые были мотоциклы. Я нашел в лесу раму. Ну, просто раму без двигателей, без ничего. Ну, и потом потихоньку начал ее комплектовать. Ну, и дальше после этого, как говорится, пошло. Танк был поврежден взрывом. То есть у него была башня оторвана, корпус был поврежден. Сейчас он на ходу ездит. Несколько миллионов рублей просто вот на то, чтобы отреставрировать танк. Мотоциклы там подешевле. Схемы, инструкции, мануалы по эксплуатации, по ремонту. Все это уже не является, так скажем, никаким секретом. Грузовик, который поднимался на озеро, Opel, 1934 года, на нем все колеса, покрышки и внутренние камеры, они сохранились. И в них даже был воздух вот того времени. Бои были здесь достаточно правопролитные, так называемые местного значения. Потери были большие, порядка миллиона человек. Хотелось, чтобы это не исчезло, скажем, не кануло, как говорится, в лето, а просто, чтобы каким-то образом это сохранилось.